Продолжение следует... Здравствуйте! Меня зовут Константин. Мы сегодня с Асхатом решили узнать мнение молодежи по поводу предстоящих выборов. Как они относятся к выборам, какое они примут участие и что они планируют дальше делать? Каким видит они Кыргызстан в будущем? Ровно 15 дней осталось до выборов, до выборов нового президента. И на данный момент мы хотим сделать упор на молодежь и узнать их мнение, насколько они активны вообще участвовать в этих выборах президента. И насколько они горят за страну, за будущее страны и кто будет представлять нашу страну на международной арене. Так, давайте же узнаем все. Вячеслав, ходите ли вы на выборы? Нет. Почему? Не, не интересует меня это. А вот на предстоящих выборах будете за кого-то голосовать? Пойдете ли вы на эти выборы? Нет. А почему? Не знаю, я как-то к этому не особо. Я не понимаю этого, выборы, не выборы. А как вы думаете, кто станет следующим президентом? Есть ли у вас мнение по этому поводу? Ну, пусть наш останется сейчас с ним. А как вы думаете, реально или влияет мнение молодых людей на исход того, кто будет президентом в нашей стране? Я думаю, да. Айгирим. Айгирим, скажите, ходите ли вы на выборы? Да. Ходите. Скажите, пойдете ли вы на выборы президента? Да, пойду. Почему? Ну, это мой долг, я считаю. Долг, да? А вот как вы думаете, мы с вами все-таки молодые люди, да? Скажите, вот мнение нас, молодых людей, оно как-то влияет на выборы? Если влияет, почему? Если нет, то почему? Ну, конечно, влияет. Основное у нас как бы молодежь. Карабаев, Аделер. Аделер. Ходите ли вы на выборы? Нет. Нет. А пойдете ли вы на выборы президента? В этот раз не смогу. Почему? Потому что геометрические данные еще не прошел. Знаете, там, да, до 30 сентября можно сдать биометрию? Да. А как вы думаете, вот мы с вами, молодежь, да? Вот мнение молодежи, оно вообще влияет на исход выборов? Если да, почему? Если нет, то тоже почему? Скорее нет. Здравствуйте, меня зовут Юсуф. Юсуф. Ходите ли вы на выборы? На выборы нет. А пойдете ли вы на выборы президента нынешнего? Не знаю, скорее всего, тоже нет. Почему? Так как толку туда идти, по-любому это все куплено. Я это знаю, потому что уже не раз предлагали. Вас лично, да? Ну, поэтому... А вот не для сюжета. Скажите, кто вам именно предлагал? Анонимно это оставил. Вы на выборы ходите? Да. Пойдете? Обязательно. А почему вы пойдете на выборы? Во-первых, я гражданка Кыргызстана, это мой долг. И ради будущего своей страны. Алмаз, ходите ли вы на выборы? А? На выборы ходите вы? Не, я не хожу. Пойдете на выборы президента? Почему? Ну, как бы, я не интересуюсь, честно. Вот вы с вами молодые люди, ну, стандартный такой вопрос. Да? Мы с вами молодые люди. Подскажите, мнение вообще молодежи как-то влияет на этот выбор? Мнение молодежи? Да. Я думаю, конечно, влияет. Почему? Ну, потому что есть люди интересующиеся. В ситуации проводим опрос среди молодежи по поводу выборов. Пару минут уделите нам. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Яша Беденок Ильяс. Ильяс. Ильяс, ходите ли вы на выборы? Да, конечно. А пойдете ли вы на выборы президента? Да, я пойду, потому что решается судьба нашего государства. Поэтому есть желание поучаствовать. Надеюсь, они будут чистыми. Ну, хорошо. А как вы считаете, кто будет следующим президентом? Я пока точно не уверен. И насчет комбината тоже. Скорее всего, один из двух. Так как они уже известные люди, то есть сидят в власти уже очень долго. Мне кажется, ну, я так считаю лично, о моем деле. Я не уверен, конечно. Возможно. Мы с вами молодые люди, да? Вот скажите, наш вообще голос влияет на исход президентских выборов? Если каждый будет участвовать, то, конечно, будет влиять. То есть, если мы будем ходить, все будем ходить, то это повлияет. А такой вопрос. Скажите, за хорошее вознаграждение вы бы отдали свой голос в честь того или иного кандидата? Нет. Потому что решается судьба нашего государства. Если я продам свой голос, то я продам свое государство. Или... Вот. Получается как-то. Айбулат Айдосов. Айбулат, скажите, хотите ли вы на выборы? Стараюсь. Стараетесь, да? Пойдете ли вы на выборы президента? На выборы президента, честно говоря, нет. А почему? Потому что я не доверяю вот этим кандидатам. Получается такой вопрос. А кто станет следующим президентом? Ну, я, честно говоря, верю, что у нашей стране действительно сейчас будут выборы происходить. И народ, граждане будут выбирать. И поэтому сейчас как-то предсказывать сложно. То есть мнение пока не сложилось? Мне кажется, что у кандидата от СДПК шансов, конечно, больше. Хорошо. Вот мы с вами, я так понимаю, молодые люди. Вот скажите, мнение о молодежи, оно как-то влияет на исход выборов? Средний возраст в Кыргызстане 27 лет, мне кажется, сегодня влияет. Почему вы так считаете? Потому что большинство населения сегодня это граждане молодого возраста. Поэтому там работа с молодежью очень активная со стороны кандидатов. Вот что молодежь, в принципе, относится с некоторым ожиданием, что все-таки ее голос как-то повлияет на предстоящие выборы. Хотя в то же самое время присутствует ряд скептиков, которые все-таки не верят в честные выборы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...